приветствуем вас дорогие братья и сестры на библейском портале экзегет и давайте сегодня вспомним апостола фому святые апостоли фома моли бога о нас вот сейчас особенно его вспоминают в наше время видимо время таких вот сомнений испытаний время когда не просто хочется вот поверить кому-то на слово да а лично убедиться лично вот воспринять проверить вот как апостол фома сомневался вот но неверующего на самом деле не был поэтому такое выражение что вот ты фома неверующая но не совсем справедливо скоро мы про это узнаем а сам апостол фома это действительно такая вот особая личность видно что среди других апостолов он выделялся немножечко такой вот независимость таким независимым характером поэтому когда все уже составили какое-то мнение уже в чем-то убедились вот он немножко в стороне как бы ему надо свое личное мнение принять если он говорит про характер то обычно таким людям на самом деле тяжело уживаться в общем коллективе но у апостолов то коллектив все-таки был святой поэтому они друг с другом уживались а вот апостол фома это действительно такой вот уникальный феномен если говорить про его происхождение то конечно же он тоже как и другие апостолы из пределов галилейских где были люди попроще характером попроще жизнью да они ни на что не претендовали так вот не мечтали себе не гордились и судя по всему вот из евангелия от иоанна мы видим что он тоже принимал участие в рыбной ловли поэтому судя по всему он тоже был рыбаком тоже простой такой вот труженик но при этом с аналитическим складом ума то есть его ум он требовал всегда вот четкого такого построения да вот каких-то будет доводов аргументов нужно было лично в чем-то убедиться и такой человек он том что призывается в число учеников то есть христианство она для всех и для тех кто по детски доверяет спасению для тех кто сомневается и хочет лично в чем тут убедиться пощупать своими руками а вообще для всех до для просты и для сложных для тех кто пытается ну просто доверять евангелие и для тех кто пытается научно подойти научного ты и увидеть какие-то, скажем, археологические находки, вот их тоже пощупать руками, и вот для всех. И поэтому Фома как бы представитель таких людей. И вот у Матфея, у Марка, у Луки он упоминается в числе 12 учеников, вот он следует за Господом, видит чудеса, слушает учения, притчи Спасителя. Но только у евангелиста Иоанна в трех местах, как бы таких вот три ключевых события, где Фома выступает с особой ролью. И прежде всего это когда Спаситель направляется воскресить Лазаря. Еще, правда, никто не знает о том, что Лазарь будет воскрешен. И вот мы читаем об этом в Евангелии Таанн в 11 главе, что был болен Лазарь, присылают весть к Спасителю, и он говорит, что это болезнь не к смерти, но к славе Божией. И потом он вдруг говорит своим ученикам, что пойдем опять в Галилею. И вот ученики, они прекрасно понимают, что в Иудее их никто не ждет, потому что Вифания, где жили Лазарь, Марфа, Мария, это же селение прямо вот рядом, примыкающее к Иерусалиму, и там полно врагов, да, то есть там те, кто ненавидят Христа, которые готовы его, они готовы его убить. И поэтому ученики прямо говорят, равви, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Ну, Спаситель говорит, что вот не 12 часов во дне, кто ходит днем, тот не спотыкается, вот и так далее. И потом Спаситель прямо говорит, что Лазарь уснул, но я иду разбудить его, он говорит, что Лазарь умер. То есть вначале образно, потом прямо говорит, что Лазарь умер. И получается, что ученики, они вообще как бы в недумении. Зачем тогда вообще идти, если Лазарю уже ничем не помочь? Хотя Спаситель говорит, что он идет, чтобы его пробудить. А, да, и вот именно Фома, Фома, вот мы читаем в Евангелии, тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Вот Фома, это был единственный из учеников Христовых, который открыто высказывает мнение, что да, мы должны пойти до конца вместе со Христом, и хотя дело безнадежно, как считает сам Фома, то есть Лазарь, не поможешь его, не воскресишь уже, а да, действительно Христа готовы побить камнями, но все равно мы настолько любим Христа, что давайте все равно пойдем с ним и умрем вместе с ним. И вот тут мы видим, хотя есть некий оттенок такой обреченности, безнадежности, но тут же и мужество, и смелость апостола Фомы, он готов следовать за Христом до конца, вот как воин следует за своим командиром, даже когда ситуация кажется безнадежной, вроде бы все должны погибнуть, и все равно этот воин, он не дезертирует, он не отговаривает своего военачальника, он готов следовать до конца, чтобы тоже вместе принять смерть. Вот что интересно, что он говорит, пойдем все равно вместе с ним, вместе с ним примем смерть. И вот тут, кстати, еще что упоминается, то, что Фома называется, называемый близнец, и было даже такое предание, что Фома, он по внешнему своему виду очень походил на Иисуса Христа, то есть был похож, как будто они вот два близнеца, ну какие-то отличия были, потом понятно, что люди, конечно же, не могли их спутать, потому что Христа определяли вовсе не по внешнему виду, а вообще по его слову, да, по благодати, которая исходила из уст его, то есть понятно, что никто не смог бы сыграть Иисуса Христа, но вот такое чисто внешнее сходство, оно наблюдалось, согласно преданию у Спасителя и у апостола Фомы. И вот дальше мы знаем, что это вот первый такой случай, который описан в Евангелии конкретно про апостола Фому, что он тоже как бы независим от общего мнения, да, вот он составляет свое представление, он считает, что да, дело безнадежно, но все равно давайте пойдем и примем смерть, он готов принять смерть вместе с Господом Иисусом Христом, и это все говорит в пользу апостола Фомы, и как раз подтверждает, что у него была искренняя вера своему учителю. Второй случай, это уже мы встречаем во время Тайной вечери, когда Спаситель произносит такую вот беседу, предлагает ученикам своим самые возвышенные истины, вот то, что и описывает евангелист Иоанн, и вот Спаситель говорит, что пусть не смущается сердце ваше, вы верите в Бога и в меня веруйте, потом он говорит, что в доме Отца моего обители много, а потом Спаситель буквально говорит, что я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. И, конечно, вот мы, христиане, уже прекрасно понимаем, что имеет в виду Спаситель. Но в то время, когда, собственно, и Евангелие еще не было записано, а когда было живое Евангелие, то есть вот жизнь самого Господа, его живое слово, то ученики не совсем понимали, и вот тут уже как раз Фома немножко наивно так вот спрашивает, Спаситель говорит, а куда я иду, вы знаете и путь знаете. Фома сказал ему, «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И на самом деле вот в этом вопросе опять вот эта вот черта характера Фомы, она проглядывает, что он готов следовать за Христом, как тогда, когда они направлялись к гробнице Лазаря, и в итоге Спаситель воскресил Лазаря и уже явил вот эту удивительную жизнь. Так и теперь Фома не знает, что будет, и Спаситель говорит про какой-то путь, по которому он пойдет. А что же это за путь? И Фома вот как бы тоже хочет следовать этим путем, но не понимает, куда идти. И говорит, «Мы не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» И вот этот вопрос Фомы, он вызывает знаменитый ответ Господа Иисуса Христа, ответ, который фактически как бы выражает всю суть христианства. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И это означает, что, собственно, путь, духовный путь, это и есть заповеди Христа. И сам Христос и есть истина, которая просвещает все тайники человеческого ума, человеческого сердца. Когда человек обращается ко Господу, то он обретает смысл жизни, и в нем все внутри проясняется. И ложь жизни нашей греховной, она отступает в сторону, потому что сияет свет истины, истины небесной. И Спаситель говорит, что «Я есть путь, истина и жизнь». То есть, хочешь обрести жизнь, обратись ко Мне, и ты обрящешь вот эту истинную, вечную, подлинную жизнь, которую не даст вам разлагающийся во грехах мир. И вот Фома, так сказать, он смело задавал этот вопрос, хотя это наивность такая, но Спаситель отвечает ему и говорит, что Он и есть путь, Он и есть истина, Он и есть жизнь. И невозможно прийти к Богу Отцу, как только, кроме как через самого Иисуса Христа, потому что Христос есть Сын Божий воплотившийся. И поэтому, когда мы приобщаемся Господу Иисусу Христу, вот и в Таинстве Евхаристии, на Литургии, то это и есть вот путь обожжения, это и есть путь приобщения Небесному Отцу к Небесному Вечному Царству, радости которой не будет конца. И третье ключевое событие, которое касается жизни Фомы и то, что запечатлено в Евангелии, это, конечно же, вот то событие уже после воскресения Господа, то, что называется уверение Фомы. Вы про это прекрасно знаете. Есть даже неделя апостола Фомы, антипасха, через неделю после светлого праздника Пасхи, Христового Воскресения. И вот когда мы внимательно читаем текст Евангелия, то открываются тоже многие такие уникальные вещи. Вот обычно мы пробегаем глазами, ну и вперед там поскакали, а ведь здесь такая глубина, что она может преобразить всю нашу жизнь. И вот вспомним из Евангелия Атеана, что вот в тот же первый день недели, пишет евангелист, это когда Спаситель воскрес. Он воскрес утром на заре, очень ранние часы, а вот вечером, уже сказано в тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики, были заперты из-за опасения от иудеев, то пришел сам Иисус и стал посреди говорит им, мир вам, показал им руки, ноги, ребра свои. Ученики обрадовались, то есть их охватывает такая неизреченная радость, вообще вот когда человек соприкасается с Господом, с благодатью Божией, когда обретает веру. И, наверное, это вот каждый христианин, который вот обрел веру, или, ну, бывает так, Господь подает, что там, может быть, это всего лишь несколько раз было в жизни, но Господь дает почувствовать благодать Святого Духа, которая тебя радует, которая тебе подает свободу, неизреченную такую жизнь твоего сердца, то, что тебя именно изнутри наполняет, и все скорби, они как ничто, и ты вот в этой радости пребываешь. И вот так ученики обрадовались, увидев Господа воскресшего, и он говорит им вторично, мир вам, как посылал меня Отец, так и я посылаю вас. Потом он дунул, сказал, примите Духа Святого, кому отпустите грехи, тому, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся, вот этот вот дар, который сейчас пребывает в церкви у священнослужителей, то есть у преемников, святых апостолов. Но при этом сказано, что Фома же один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Ну, конечно, для скептиков тут же возникнет такое утверждение, что вот ему Господь не подал вот этот дар, отпускать грехи, он же отсутствовал, примите Духа Святого, кому простите, тому простятся. Если формально подходить, да, а если неформально, то нет, потому что Евангелие, оно как раз неформально. Евангелие – это не просто буква, это Дух. Буква убивает, Дух животворит, и впоследствии, когда Спаситель удостаивает особого явления, именно Фому, конечно же, и ему тоже дается этот дар, а потом епископу всегда не руку полагает один епископ, это как бы соборное служение, когда руку полагают, руку полагали в древности, первые священнослужители, то есть епископов, там по два апостола, по три апостола руку полагали, то есть это было общее такое соборное служение. Ну и мы понимаем, что в день Пятидесятницы как бы полнота даров Святого Духа была дана, дана кругу учеников христовых, и вот тут что важно, вот посмотрите, Фома, он опять-таки не находится вместе с учениками, то есть все как бы кучкуются, все как бы боятся, в страхе, трепете пребывают, прячутся, затворяют двери, вот Спаситель поэтому и является, а Фома нет. То есть какой-то вот уникальный человек, они боятся, а он получается не боится, да, он отсутствовал по какой-то причине, по крайней мере об этом не написано, чтобы он стоял вот прям вблизи у креста Христова, как это было с апостолом Иоанном Богословом или с причистой его матерью Пресвятой Богородицы, которая вот непосредственно рядом находилась, или жены Мироносеца также, вот Евангелие про это не говорит, но Фома все равно вот немножко как бы отдельно от общего круга учеников, и они боятся, а он нет, то есть он не прячется, он пребывает в каком-то вот своем внутреннем мире, и этот мир вот наполнен какими-то размышлениями, почему так случилось, почему Спасителя распяли, а как же вот то чудо воскрешения Лазаря, то есть там же победа, а здесь вроде бы поражение, и видимо Фома действительно пребывал вот во внутренних таких размышлениях, борениях, ему нужно было побыть где-то одному, как бы там ни было, он не вместе с ними, и после этого встречается он, конечно, с учениками, и другие ученики сказали ему, мы видели Господа, но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю, вот такое радикальное утверждение, что даже не говорите мне, потому что бывают там галлюцинации, бывают там массовые какие-то психозы, и Фома поэтому не верит другому, ведь Фома же, он на протяжении вот этих трех с половиной лет ходил вместе с Господом Иисусом Христом, присутствовал при его чудесах, вот лично с ним соприкасался, разделял все трудности вот этого евангельского пути, и поэтому тут вдруг кто-то говорит, а сам он не видит, и поэтому он как бы говорит, что для меня важен личный опыт, не просто услышать от кого-то и поверить, но при этом остаться в стороне, а для меня важно личное соприкосновение, личное соприкосновение с тем, с кем я лично и соприкасался во время земного пути Христа, и, конечно, тут ведь какая еще мысль, что ведь спасителя распяли, то есть самая страшная казнь, истерзанное тело до этого бичевали, то есть тело покрытое ранами, и вот особенно от гвоздей, на руках, ногах, и копье уже пронзило мертвое тело Господа, и поэтому вот Фома, он пытается как бы сказать, что вот я не поверю, что это какой-то призрак, а что мне важно, чтобы это был именно Господь Иисус Христос, который воскрес вот в том же самом теле, в теле, которое было распятое, которое подвергалось вот этим ранам, и поэтому я хочу как бы вот лично соприкоснуться и убедиться, что это именно Он, наш Спаситель, который пострадал действительно на кресте, и вот в этом же самом теле воскрес, и несмотря на такие очень радикальные его утверждения, что вот именно вложить руку в рану от копья, да, это ведь, ну, очень так вот дерзко, и, ну, на самом деле, может быть, Он так вот преувеличенно говорил, но проходит восемь дней, то есть наступает новый воскресный день, то есть Спаситель как бы уже закладывает, что вот собрания апостольские, когда сам Спасителем являются, они вот по воскресным дням, и поэтому как раз выделяются у нас воскресные дни для общих таких вот литургических богослужений, и Сам Спаситель присутствует с нами в Таинстве Евхаристии, вот Он Сам на самом деле, и поэтому спасение, приобщение к воскресению Христово, оно только через Таинство причащения телу и крови Господа. Вот как говорил святой Игнатий Богоносец, что это именно врачевство бессмертия, которое приобщает нас к вечной жизни, потому что мы приобщаемся к Христу, который не просто пострадал на кресте, но который воскрес из мертвых. Вот Ему мы и приобщаемся в Таинстве Евхаристии. И вот проходит восемь дней, опять были в доме ученики Его и Фома с ними, вот на этот раз с ними, то есть Он то был, то не был, вот захотел, Он пришел. И что после этого? И является Сам Спаситель. Пришел Иисус, когда двери были заперты. Стал посреди них и сказал «Мир вам!» То есть Спаситель действительно приходит, Он приходит в обновленном теле, преображенном, поэтому проходит сквозь затворенные двери, дарует свой благодатный мир, а потом Спаситель, понимаете, Он же ведь Господь Бог Всеведущий, Он сердцеведец, Он видел прекрасно, как Бог, сомнения Фомы, его такие вот рассуждения о том, что вот надо лично убедиться, и никто не говорит Господу, что вот Фома там сомневался. Нет, Спаситель уже сам прекрасно это знает, и поэтому сказано «Говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь не верующим, но верующим». То есть Спаситель именно снисходит вот к такому образу мысли Фомы, как бы вот этого сомнения, испытующего сомнения, не отвергающего сомнения, а испытующего, потому что вера, вот если она живая вера, то это вот как пламя свечи, которое колеблется, но оно колеблется, может быть, и сторону в сторону, особенно если ветер дует, но все равно пламя устремляется вверх, к небесам, и это не что-то окаменевшее, такое вот застывшее, а живое, и поэтому возможны какие-то колебания, но главное, чтобы наша вера тоже как огонек свечи воспаряла вверх, и Спаситель, он предлагает Фоме, Спаситель кротко, Спаситель, он самый смиренный среди всех смиренных, самый кроткий, самый терпеливый, поэтому он смиренно предлагает Фоме прикоснуться к его ранам, и вот тут, кстати, возникает такой вопрос, ведь раны, которые на теле Христовом были, это ведь принадлежность именно земной жизни, вот этого тела, которое еще воспринимало как бы тленность нашего мира, а ведь воскрес Спаситель уже в преображенном, одухотворенном теле, если он проходит сквозь затворенные двери, если никакая стена уже не может его остановить, ему чуждо уже тление, значит, он не нуждается в пище, хотя вот ради учеников он вкушал, в принципе, подтвердить, что это именно он, не призрак, а именно он реально в теле, он вкушал пищу, но преображенное тело, это значит, что никаких ран уже не может быть, и вот святой Иоанн Златоуст и святитель Николай Сербский, они говорят, что это вот дается, во-первых, по снисхождению апостолу Фоме увидеть вот эти раны, чтобы понять, что это именно он, тот самый, который был распят на кресте, который преклонил главу и спустил дух, и тело которого Никодим с другими погребали в гробнице, и вот именно в этом же самом теле он и воскрес, а пелены остались сложены отдельно, как видели ученики Петр и Иоанн, да, вот что, и там плат, который на голове сложен, отдельно, то есть тело уже не было в гробнице, он именно в этом теле покинул гробницу и воскрес, и оно преображенное тело, ангелоподобное тело, хотя именно это телесная природа, но одухотворенно, и вот святитель Николай Сербский и другие святые отцы, они поясняют, что оказывается, да, тело духовное, тело преображенное, нетленное, но при этом следы, как бы вот в духовном смысле, нетленно понимаемые, как бы рубцы от понесенных страданий, они сохраняются на века, почему? Потому что это свидетельство жертвенной любви Христовой, и вот раны от гвоздей и от копья, они как некие вот знаки остаются на нетленном теле Христа, остаются на веки вечные в подтверждение его неизреченной жертвенной любви к человеку, и это значит, что то, как мы вообще проводим нашу земную жизнь, находясь вот в этом теле, оно каким-то образом запечатлевается в нашем теле и проявится после воскресения. Вот если ты блудишь в течение своей земной жизни, ну даже там вот как бы и раскаиваешься, но все равно блудишь, оскверняешь свое тело, то это значит, что когда воскреснет твое тело, то знаки блуда проявятся в твоей телесной природе. И вроде бы тебе дарована вечная бессмертная жизнь, ты воскрешен, но в этом теле проявилась вся скверна твоей плотской жизни, вот это вот мутное болото, во что ты и превратил свое телесное естество, вот это вот зловоние телесное, эти плотские страсти, в которых ты вот как свинья погружался, и это проявится в твоей телесной природе, и это вот будет мучить тебя. То есть страсти, которые застряли в нашей телесной природе, они тоже как некие страшные знаки проявятся после всеобщего воскресения, поэтому вот почему святые отцы говорят, что важно не потерять это время, которое сейчас отведено для нашей жизни. То есть сейчас очищать себя, сейчас преображать себя, сейчас вот приобщаться благодатью Божией, чтобы благодать Божия очистила нас от наших скверных мерзких страстей, иначе потом это все тоже проявится в воскрешенном теле, которое вроде бы нетленно, но в нем проявятся наши греховные страсти. Не только плотские, но и злоба, и гордыня. Не потому, что люди погибнут, многие, не потому, что Господь их осудил, а почему? Потому что страсти жили, и страсти как в удобном таком логове укоренились и в душе, и в теле, вот как преподобный Силуан Афонский говорил, что если гордого человека поместить в рай, то ему и там будет плохо. Гордый человек, он и в раю будет чувствовать недовольство и скажет, почему я не на первом месте. Вот эта вот страсть гордыни, она будет его распирать, и любая другая страсть, вот эти как некие тоже раны, но раны греховные, язвы греховные, они проявятся в воскрешенном естестве. А у святых людей, у них и сейчас, тела благоухают, у них и сейчас мощи их святые, они исцеляют страждущих, они освобождают одержимых от лукавых духов, и после воскрешения тела святых людей будут сиять, как звезды на небесах, а Христос как светило, как солнце небесное, и вот Спаситель является в этом преображенном теле, но в нем же видны и знаки его жертвенной любви, как бы свидетельства понесенных страданий, и Спаситель поэтому и говорит, что соприкоснись, пожалуйста, вот можешь коснуться моего тела, ран, и Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой, Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня, блаженны невидевшие и уверовавшие, и вот, конечно, по-разному пишут, и в том числе и святые отцы, прикасался ли Фома, собственно, к телу воскрешего Христа, ну, вот мое личное мнение, это вот оно только, вот мое мнение в данном случае, поэтому строго не судите, да, я думаю, что Фома все-таки не прикасался, почему, потому что ему достаточно было вот увидеть уже воскрешего Христа, да, и увидеть вот это вот свидетельство страданий, как вот знак крестных страданий на его руках, ногах, на груди, и он уже своим сердцем чувствует, что это и есть тот самый Господь Иисус Христос, с которым он был вместе, и радость осеняет его, и поэтому он тут же произносит, Господь мой и Бог мой, вот от этой сердечной радости, и Спаситель говорит, ты поверил, потому что увидел меня, то есть не то, что ты прикоснулся, полез вот в мои раны, вот знаете, много картин, и, конечно же, вы их видели, эти картины, и там так вот эти вот художники, особенно, там, ну, не средних веков, а вот это уже эпохи Возрождения, эпохи Возрождения, они так пишут, что с каким любопытством, таким вот, какого-то рационального исследователя, или просто с хитрым, с хитрым любопытством, Фома протягивает палец, и вот пытается залезть в раны Христа, и все это так вот представлено, как натуралистично, и никакой преображенности тела Христова там не представлено, конечно же, все было не так, даже если соприкоснулся, это было совершенно по-другому, но, на мой взгляд, Фома уже сразу убедился, и поэтому произносит, восклицает, Господь мой и Бог мой, и это единственная фраза от лица учеников Христовых, вот в евангельской истории, когда апостолы открыто исповедуют Христа Господом и Богом своим, так что пусть дорогие наши, так сказать, вот друзья-свидетели Еговы уж не очень огорчаются, не пеняют на Евангелии, потому что это все-таки именно текст евангелиста Иоанна, и апостол Фома, он открыто говорит, Господь мой и Бог мой, кто? Иисус Христос, потому что Он и есть Бог воплотившийся, пришедший в мир, дабы пожертвенной любви искупить род человеческий. Если Петр еще так говорил, что ты сын Божий, и другие ученики, и в самом начале, что ты царь Израиль, ты сын Божий, было такое, но здесь открыто исповедуются, именно Фома исповедует. Вот как тогда на Тайной вечере вопрос его повлек за собой ключевой ответ Спасителя, «Я есть путь и истинной жизни», так теперь сам Фома, он ключевое свидетельство, ключевое исповедание, такое основу нашей веры. Обращаясь к Спасителю, говорит, Господь мой и Бог мой. А Иисус отвечает, ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие. А почему так? Да потому что не все, кто увидели Христа, поверили, и многим, кто видел Спасителя, это послужило в осуждении. Ну, допустим, вот Понтий Пилат, он видел Христа, он находился вот прямо рядом с Ним, он прекрасно понимал, что Христос невиновен, то есть, вот оно тоже, личное соприкосновение, был диалог, и имя Пилата даже включено в символ веры, когда мы исповедуем Спасителя нашего, распятого при Понтийстве Пилате, что он страдавший погребет. Да, что при Понтийстве Пилате как бы некое, но это не честь Пилату, наоборот, это как бы историческое свидетельство, при каком прокураторе это было, но Пилату это только в осуждении. И получается так, что кто-то вот увидел Христа, а погиб, и то, что он увидел, это лишь в большее ему осуждение. А вот Спаситель говорит, что нет, вот главное, это сердечное прозрение, это вера твоего сердца, которая озарит твою жизнь, это вот тот путь, по которому шли святые отцы. И поскольку наш мир, это все-таки вот бытие вне царских врат, то есть мы еще несем на себе вот это вот как бы осуждение изгнанников из рая, и поэтому непосредственные откровения в видении тайн Небесного Царства, они не могут вот так вот легко даваться, и даже святым людям давались лишь изредка, когда действительно они созерцали Господа Иисуса Христа, вот или Божья Матерь, или ангелов, или небожители, только изредка. А в целом это путь преодоления страданий, это путь терпения и борьбы со своими греховными страстями. И вот апостол Фома, он, будучи лично убежден, он уже, как мы знаем из предания, готов следовать за Христом до конца, хоть до края земли, хоть до самой Индии, а Индия действительно воспринималась ну просто вот как какая-то там запредельная страна, и есть такое вот древнее предание, что Фома отправился именно в этот дальний край. Конечно, через Иудею проходили многочисленные такие вот пути, караваны торговые туда-сюда ходили, вот Восток и Запад обменивались вот этими торговыми связями, везли там специи, там драгоценности и так далее. То есть это был такой шелковый, великий шелковый путь, который проходил в том числе через Иудею, и Фома, он мог просто присоединиться к какому-то торговому каравану, отправиться в Индию, но сама Индия, она уже сложилась в то время, как страна с таким кастовым строгим делением, и невозможно было вот так просто вот как бы подобраться, кому-то вот проповедовать, там были княжества, над каждым княжеством раджа, и чтобы вот склонить кого-то к вере, надо достичь вот расположения вот этого раджи. Есть предание, что Фома, он обращает сначала несколько вот таких знатных семей, потом вот уже из княжеской семьи кого-то он там начинает обращать, и потом через огромные вот эти вот труды он все-таки потихоньку начинает проповедовать людям, индийцам, и они принимают эту веру, и вот когда в 15 веке, в 15 веке португальские миссионеры прибыли в Индию, думая, что сейчас они там будут проповедовать, они с удивлением обнаружили, что, оказывается, там есть христианская община, они называли себя христианами апостола Фомы, то есть по преемству вот восходили именно к этому святому апостолу. И, конечно, вот подробного описания такого у нас нет, много таких вот легендарных было сказаний, они отталкивались от реальной истории апостола Фомы, но в любом случае проповедь его завершается мученической кончиной. Да, есть еще вот такое сказание, что апостол Фома посетил еще раз Иерусалим, когда Божья Матерь уже отошла ко Господу, когда успение при Святой Богородице, душу ее причистую в свои руки принимает спаситель, а Фома тоже отсутствовал, и потом уже только вот на третий день он появляется и хотел хотя бы увидеть, отдать вот последнее целование, попрощаться с телом Пречистой Богородицы. Когда открыли гробницу, то оказалось, что тела Пречистой там нет, очень удивились, а на самом деле она тоже воскресла, и Спаситель, вот так вот этот первый из людей, кому Спаситель дарует воскресение, и ее увидели на небесах, и она как бы благословила апостолов Христовых на дальнейшую проповедь. Вот, ну а апостол Фома, он продолжал свою проповедь в Индии и принял мученическую кончину. Там есть вот как бы две версии, что его закололи пятью купьями, а по другой версии, что его один из жрецов, который завидовал и, в общем, негодовал, что Фома язычников, так сказать, вот отнимает и обращает их в христианство, то вот этот языческий жрец, он убил апостола Фому таким жертвенным топором. Да, и мощи долгое время сохранялись там, в Индии. Потом прошло какое-то время, их перевезли в город Эдессу, просто вот сведения исторические так вот сообщают, что в IV веке в Эдессе, а потом, когда пошли нашествия сарацин, и святыни христианские могли подвергаться угрозам, то мощи перевезли на греческий остров Хиос, и вот проходит еще сколько-то столетий, и вот уже как бы разделение на православный восток, католический запад, и потом Константинополь был разграблен, да, и уже какие-то крестовые походы, ну, как бы там ни было, и, в общем, итальянские путешественники однажды просто выкрали мощи святого апостола Фомы, отвезли в Италию, и там вот в одном из городов эти мощи до сего дня обретаются, и уже в 1980-е годы мощи тщательно исследовали. Оказалось, что действительно они принадлежат вот I веку, это был такой вот мужчина, 65 лет, и с правой стороны его главы вот как бы рана от какого-то тяжелого предмета, то есть вероятно, что действительно он был убит вот каким-то таким топором. А потом исследовали еще другие части святых мощей, которые уже хранились в других местах, и идентифицировали, что они действительно принадлежат одному человеку. Вообще это город Артона в Италии, и получается так, что мощи святого апостола Фомы, хотя сам он проповедовал на Востоке, ныне пребывает на Западе, и в любом случае он покровитель всех миссионеров-проповедников, тех, кто проповедует неверующим. Еще он помогает, вот если есть у вас родственники неверующие или сомневающиеся, которые вот никак не хотят принять, молитесь, особенно апостолу Фоме, чтобы он помог этим людям обратиться ко Христу. Вот как сам он колебался, но все-таки утверждено было непосредственным явлением Господа. Не то, чтобы он не веровал апостолу Фома, а просто он жаждал более глубокого соприкосновения, такого вот личного восприятия. И это было дано, вот так он подаст и неверующим подлинную такую крепкую веру, если мы будем об этом молиться апостолу Фоме. Но в то же время скажу, что специально искать вот таких чрезвычайных свидетельств, чтобы Господь вот непосредственно явил себя, это может быть очень рискованно, это некое такое искушение, вот может быть, то есть не искушая Господа Бога твоего. И вот расскажу историю, ею поделился отец Сергий Правдолюбов, протерей Сергий Правдолюбов, священнослужитель нашего времени, такой исповедник веры, у него в роду были новомученики, священно-мученики, и сам он в советское время тоже был исповедником, когда всюду веру гнали, а он даже не становился октябренком. И вот они жили в Рязани, а с Москвы к ним приезжали родственники, вот эти вот родственники как-то рассказали такой случай, произошедший в московской школе. В эту школу ходила верующая девочка, а учительница, она была такая вот строгая атеистка, и она часто ругала эту девочку. И вот как-то она при всем классе поднимает ее и говорит, ну как же так вот, 20 век уже наука развивается вперед, там то исследуем, это исследуем, а ты веришь в Бога, это же какое-то отсталое суеверие, как можно верить в Бога, которого никто не видит, слепая какая-то вот вера, да, суеверие просто. Ну, девочка ничего не отвечает, может быть она молилась, может быть нет, не знаем, но в это время в дверь кто-то постучал. Учительница подошла, открыла, никого нет. И она продолжает ругать эту девочку, как можно верить в Бога, которого никто не видел, когда уже там полетели в космос, космические корабли, а сейчас бы мы добавили, что уже и фильмы снимают в космосе, но это ничего не решает, потому что космос это тоже наш земной мир. И вот учительница продолжает ругать, постучали в дверь второй раз, уже сильнее. Она подходит, открывает, опять никого нет. Мальчики что ли балуются. Продолжает ругать эту девочку, ей бы образумится, но вот она ругает ее дальше. И ту же мысль бы сказав, что Бога-то вообще никто не видел, а ты веришь в Бога. И постучали уже в третий раз в дверь. И настолько это было вот уже громкое стучание, что как бы страхом пробрало всех присутствующих. И вот учительница подходит к двери, открывает дверь, и тут же замертво падает назад, как бы замертво, как от какого-то зрелища, поразившего ее, не сгибая колен, вот падает назад. И у всех, конечно, шок, такое гробовое молчание. Потом директор, директор сказал, что строго никому не говорить. И вот такая была история. И отец Сергий Правдолюбов, он удивляется, что вот про этот случай практически никто действительно не говорил. Ну, были же там вот случаи, когда там Зои Настояние, там еще какие-то истории, про них известно, а про этот нет. И ведь в Священном Писании сказано, что не может человек увидеть Бога и остаться в живых. Ну, если такой человек, он, конечно, еще духовно не подготовлен. И отец Сергий, он потом спрашивал у старейших священнослужителей. И, в общем-то, к какому выводу пришли, что, вероятно, вот Господь дал какое-то видение, может быть, действительно явил себя этой учительницей, но поскольку она была духовно таким вот неподготовленным человеком, то вот исполнилось это слово Писания, что не может человек увидеть меня и остаться в живых. Но сам отец Сергий и вот другие тоже старейшие духовники, они полагают, что ведь вот эта женщина, она же как бы продукт своей эпохи, то есть везде был атеизм, и вот она невольно это восприняла, выражала, и, может быть, последний вот этот вот миг ее жизни, когда она уже увидела и умирала, был наполнен неким вот таким раскаянием, покаянием, так что уже Господь мог ее участь решить иначе, но в любом случае это некое свидетельство для тех, кто остался живым и для многих стало таким вот уроком. Как бы там ни было, конечно, не нужно специально искать, чтобы вот Господь явил себя тебе таким вот чрезвычайным, сверхъестественным образом, потому что ты к этому не готов, ты не можешь это понести. А лучше вот очищай свое сердце, молись Господу, терпи то, что не спосылается, и постарайся стяжать вот добродетель прежде всего смирения, а смиренному, чистому, кроткому сердцу Господь подает свою благодать, и эта благодать, очищая душу, будет уготавлять ее в обитель для Господа, и вот это такой здравый духовный путь для встречи с Небесным Отцом. Вот дай Господь нам извлечь правильный урок из жизни святого апостола Фомы, чтобы не быть неверующими, но верующими, как призывает к нам, как призывает к этому на сам Господь Иисус Христос. И апостолу Фоме будем молиться, чтобы вера, она распространялась, потому что именно вера — это и есть подлинное духовное зрение. Святые апостоли Фомо, моли Бога о нас. Аминь.